На конкурс дети читают стихи. Бацан Игорь, 9 лет. Алексей Шелыгин. Две руки. Две руки! Как это мало! Десять рук имел бы я, вот тогда бы не хромала успеваемость моя. Вот тогда бы, вот тогда бы я отлично поживал. Без особого труда бы все на свете успевал. Никого не огорчал бы, удивляя всех вокруг. Никогда не отвечал, а мне не десять. Вот была бы благодать левых пять и правых пять. Я в пяти тетрадках сразу умудрился бы писать. В той бы делал упражнения, а в другой решал пример. В третьей делал бы наблюдения за погодой, например. А в четвертой над волнами я бы пары срисовал. Еле-еле за руками и следить бы успевал. Вот была бы благодать левых пять и правых пять. Всем отчаянным задиром я сумел бы сдачи сдать. Показал бы я Тимошке сразу десять кулаков. Надавал бы я Антошке сразу десять кулаков. А когда бы увидали, как стою в воротах я, Сразу с бомбами бы взяли первым номером меня. Ведь не даром, ведь не зря. Десять рук у вратаря, а с двумя умрешь от скуки. Я подумал и вздохнул, но на бабушкины руки Ненароком я взглянул. Шиют, стирают, тесто весят, сочиняют пирожки. Между прочим, их не десять, а всего лишь две руки. Вяжут кофту, чистят брюки. Ой, кинят брюки, варят кашу и компот. Все в морщинках эти руки от бесчисленных забот. А у бабушки-то просит и совсем немного сил. Будто кто меня подбросил, так со стула и вскочил. Дай-ка, бабушка, тебе я по хозяйству помогу. И добавил чуть рабея, вот увидишь, я смогу. Так она и просияла, удивлений не тая. Да, и украдкой наблюдала, как вовсю старался я. И посуду мыл с охотой, и напрасно не вздыхал. Я и швабру работал, я и веником махал. Хоть устал, держался стойко, сохраняя бодрый дух. Десять рук? Зачем столько? Мне вполне хватило двух. Оооо! Ооооо! Продолжение следует...